Шамиль Камилович, накануне УФА провела заключительный в году матч на выезде против Ростова. Каким он получился, на Ваш взгляд? Ну, динамичным получился, хоть и мало голов было забито, и мы проиграли. В то же время, ну, из каждого поражения надо какие-то плюсы брать. Плюс один, что мы боролись до конца, пытались забить, пытались набрать очки, но не получилось. Но все равно выходим на промежуточный финиш на хорошем итоговом месте. Думаю, что весной мы будем радовать своих болельщиков. У нас хорошее окончание, 10 игр, из них 6 домашних. То есть можно вперед куда-то смотреть и что-то загадывать. Будем верить. Стоит затронуть тему судейства в матче с Ростовом, который получился с темпом скандальности. Ну, судья ошибался. В принципе, судейство было так называемое домашнее. То есть он, я не скажу, что симпатизировал, но по нашему мнению, были какие-то, может быть, симпатии. Вот по мелочи. А то, что был забит гол, ну, там две ошибки. Гол был забит из положения игры, и в то же время боковой судья не дал отмашку. И гол был забит, и это вторая ошибка. То есть я думаю, что бригада получит не очень хорошую оценку. Вот, и это не очень хорошо. А так, в принципе, это еще раз говорит о том, что, наверное, нам надо приходить в футболе и к виде повторам. И это надо идти с ногу с прогрессом, со временем, потому что все-таки скорости в футболе очень стали большие. Глаз человеческий, он все равно обманывается где-то. Вот такие моменты. Что не понравилось, не понравилось, я и говорил, там, ростовским средствам массовой информации, когда брали интервью, что многие из них очень серьезно провоцировали нашу команду. Почему так происходило, это в первый раз, вот, такой, ну, не знаю. Если Сергей Богданович уже очень всегда дисциплинированный человек, очень строгий ко всему, и то он, его пытались вывести даже его. Ну, вот, такие моменты есть и будут, потому что все-таки мы сейчас становимся командой уже крепкой, не как раньше, да, аутсайдер, да, и, естественно, наверное, какие-то моменты вступают в силу. Полельщик футбольного клуба Уфа Ренат звонил из Уфы, насколько я понимаю, у него вопрос, будет ли Уфа подавать апелляцию на судейство, по поводу судейства в матче с Ростовом. Нет, не будем. Это смысла нету. Это подавать, в принципе, я же сказал, что и мы, и у инспектора узнали, что бригада получит неудовлетворительную оценку. Это достаточно. В сюжете говорилось о том, что Уфа выиграла пять домашних матчей подряд. Такое впервые, потому что до этого Уфа была, наоборот, гостевой командой. Вот на ваш взгляд, что такого изменилось, что именно домашние матчи стали нашим ключевым козырем? В психологии болельщик начал по-другому реагировать на все, и он становится более требовательным. Команда это чувствует, и бежит, и играет в совсем другой футбол. И все отмечают, что мы становимся более агрессивной, более атакующей командой. И поэтому, естественно, у нас большие достижения дома. В то же время не очень хорошо мы играем в гостях. Мы всегда хотим большего, всегда хотим идти вперед. Для этого нужно усиляться. Да, и мы не хотим быть ниже шестого места. Мы хотим только прогрессировать выше и выше. В том году мы закончили седьмыми. Это было супер достижение. Сегодня команда верит в то, что можно рубежи эти брать, и надо всем верить. И болельщики, самое главное, должны в это верить. Приходить на стадион, поддерживать команду. Вот сейчас как раз болельщики интересуются, будут ли какие-то усиления. И вопрос про Столского и Сла, и останутся ли они в команде, потому что ходят какие-то, видимо, слухи о, видимо, каком-то предметном интересе именно к их персонам. Ну, и лидеры команды всегда так происходит, что они всегда интересны кому-нибудь другому клубу. Вот это всегда будет происходить. А уйдут и не уйдут, это будет известно только во время прохождения до конца марта. Может уйдут, может нет, я не могу сказать. Потому что если будет достойное предложение, и футболист захочет уйти, и это устроит всех, то мы будем, естественно, отпускать. В то же время у нас есть много других игроков, которые могут доминировать на поле и показывать хороший футбол. Очень хорошая молодежка. Сегодня есть игроки, которые со временем, это уфимцы, ребята из Башкирии, которые могут играть на очень большом уровне. Это больше всего радует. У нас есть очередной дозвонившийся. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Ильдар, город Октябрьский. Если выходим в Лигу Европы, на каком домашнем стадионе будем играть? Спасибо. Спасибо. Мы будем играть на стадионе «Нефтяник». Он соответствует всем международным стандартам. У нас очень хороший стадион. Поэтому, если это произойдет, мы будем играть на «Нефтянике». То есть вы очень реально рассуждаете, вот за что я, наверное, вас очень уважаю и люблю лично. Потому что вы всегда ставите, Шамиль Камилович, амбициозные задачи и всегда верите в реализацию, в то время как другие вокруг в это не верят. Верите, что Уфа может быть в Лиге Европы? Конечно, верю. Мы ради этого работаем. Надо признать, что вокруг меня единомышленники и люди, которые работают в клубе и вокруг, они все верят в будущее. Вот это дает импульс движения. Вот и сегодня мы даже встречались с главой Руслан Захичем. Вот. И он очень интересовался, что происходит, как происходит. Самые большие аспекты поставил по работе именно с детским футболом. И просил очень серьезно именно отнестись к молодежке. И это была первая, одна из первых задач, чтобы давать всем нашим ребятам играть именно в молодежке. И мы будем туда идти. Ну и, конечно, были аспекты работы с первой командой. То есть глава республики очень интересуется и ставит задачи. Мы будем их преодолевать. Вот так скажу. Может быть, сейчас немного нескромно скажу, но телевидение тоже помогает в этом плане. И вы оказали поддержку впервые в этом чемпионате. Все матчи транслировались в прямом эфире на нашем телеканале. Насколько, может быть, это помогло как-то популяризации, именно распространению клуба как-то? В тысячи процентов, что это помогло. И помогло самое главное не только нашему клубу, но, наверное, это помогло жителям республики понять, что происходит у нас в футболе. И поэтому вам большое спасибо, что вы с нами работаете и работаете плодотворно. Я очень рад за Артема, что он выходит у нас на федеральный канал. И мы растем все вместе. Растем и мы, растете и вы. И вот этот, наверное, симбиоз наших действий и должен нас вперед всех вести. Спрашивают, планируются ли товарищеские матчи с европейскими командами? Вот такой вот необычный вопрос. Мы на сборах играем с европейскими командами. Видимо, скорее всего, кто-нибудь, кого-нибудь посерьезнее, хотя сказать, мы неприкасно понимаем, что товарищеский турник, который Уфа провела на Кипре, с киперскими командами, ну, может быть, не удовлетворяет болельщику. Может, посерьезнее какие-то имена, какие-нибудь такие. Может, кого-то привезти к нам сюда, например, в будущем, в ближайшем. Но пока такой чемпионат у нас очень рваный получается, и сюда пригласить кого-то довольно-таки сложно. И поэтому надо думать, как это произойдет. Легче, наверное, как-то постараться европейские команды привести по-другому. Будем стараться. То есть, вот так. Время нашего эфира близится к концу, но я хочу дать шанс еще одному нашему телезрителю, который хочет задать вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваш вопрос? Я хотел сказать спасибо, что шестое место занимает Уфа. А ваш вопрос? Спасибо. Нет вопроса. Я хотел вопрос, знаете, как его задать? Какой? Москва и Питер, они стремятся еще к команд побольше первой лиги и высшей лиги. Можно такое, чтобы, например, у нас вторая лига была, и стремится к первой лиге еще команды такие? Спасибо большое. Ваш вопрос понятен? Вопрос о развитии футбола в республике, и он ставится и Ростовым Закевичем, и Марат Шарифовичем. Поэтому мы будем стараться двигаться вперед. Пока первые шаги сделаны, и шаги не маленькие, а довольно-таки крупные шаги. И теперь будем смотреть. У нас очень хорошая, большая республика, и талантливых людей, и ребят очень много. Не только в футболе, но и во всех сферах деятельности. Спасибо.